добрый день я приветствую всех подписчиков и гостей канала 18 соток и сегодня мы будем проводить обрезку сверх острых сортов перцев и подготавливать их к высоким открытым грунт для чего делать обрезку острым перцем нужно ее делать или можно обойтись без обрезки вот сегодня на эту тему с вами поговорим вот у меня есть перчики которые зимовали не перезимовали у нас так как у них не хватает света они немножко вытянулись нам надо их обязательно обрезать если мы их не обрежем когда мы выходим в открытый грунт растение будет очень сильно болеть зачем делать обрезку сверх острым сортам перца именно весной я хочу вам сказать что я буду делать обрезку перцем которые зимовали которые не плодоносили для чего это делается если к примеру смотрите митих какие громадные пасынки они же начинают свести вот он растет у нас самого низа его можно обрезать поставить водичкой будет нормально перчик либо вот посмотрите сколько они уже цветов но он у нас начинается ниже развилки нам это не нужно нам это надо все удалить почему потому что все вот эти пасынки это будет как отдельное растение соответственно это будет большая нагрузка на корневую систему так как корневая система не может прокормить одновременно 4 5 6 7 10 пасынка вот этот пример это все надо будет удалять нам надо оставить только то что ниже развилки вот видите на не развилочка у нас вот у нас пошла одна веточка а вот тут у нас пошла вот посмотрим вторая веточка с цветами так как мы удалили точку роста в прошлом году вот она у нас у нас сразу появились а боковые ответвления эти боковые ответвления мы оставим почему потому что у нас на этих очень мало зелени очень мало пасынков ну соответственно растение потом это все компенсирует она снова нарастит зеленую массу и так мы начнем формировку куста удаляя вот эти все пасынки это все надо будет обязательно удалить вот это вот вот этот ней тоже это все все удаляется так вот что не рад это тоже смотрите это все удаляется так подрезаем верхушки они нам не нужны оставляем только развилочки дать вот кончики развилок этих развилочек вот видите здесь нас образуется новые побеги новые отводы у нас получилось вот такое вот растение вот эту верхушку мы можем удалить а можем оставить она все равно все нарастет она не будет сильно длинная вот она у нас уже образует цветы если видите так как растение не хватало света она у нас немножко болела вот вся земля который она растет это чернозем вроде посмотреть есть там не видеоролики осенние обрезка зимовка я в конце видео брошу ссылочки по которым можете перейти посмотреть вот все теперь мы это растение мы видим на участок и высадим до высадки открытый грунт сейчас у меня полторы недели также можно было обновить полностью корневую систему если у вас старое растение примеру таких вот горшках больших так как у меня растение здесь небольшое как бы это не столь важно я обновлять корневую систему не буду потому что это все будет высаживаться в нас в открытый грунт если ваше растение растет у вас дома она целую зиму плодоносила это очень большие нагрузки для растения если хотите его высадить открытый грунт она у вас еще в открытом грунте будет плодоносить потом и занесете его домой на дома будет плодоносить такое растение не проживет больше трех лет 3 ну максимум 4 года растению нужно отдыхать обязательно если она не будет отдыхать соответственно растение очень быстро вырабатывать свой жизненный ресурс и через три-четыре года на вас погибнет в этом ничего не сможете сделать даже если будете обновлять корневую систему растение будет очень очень сильно ослаблено теперь для чего еще мы обновляем и обрезаем растения первое это от того что у нас он видит как по вытягивали смотрите света не хватает вот такие вот ветки к примеру от растения одно и это сритет висит у нас всем под и вот такая вот ветка такая веточка нам не нужна это тоже всего должно обязательно удаляться вот смотрим до куда она у нас растет виде такие тоненькие этот это все от нехватки света почему потому что зимой на нас не плодоносили и мы уберем вот так вот раз и обрезаем вот такая вот ветка вместе с перчиком выбрасывается так еще самое основное для чего делается обрезка на кусту должно быть минимальное количество листвы почему потому что когда мы пересадим его в открытый грунт температура это не такая как в квартире стабильная и влажность совсем другая жара растение будет очень очень сильно угнетаться чем больше листвы тем дольше растение будет адаптироваться если вас громадный куст пушистый там вот примеру такой вот листвой видите смотрите вот посмотрите зашли кошмар это все надо обрезать такое большое количество листвы не даст растению быстро адаптироваться испарение влаги будет невероятное почему-то же листва будет требовать питательные вещества будет требовать воду так как корневая система у нас ослаблена и она должна где-то в течение двух недель приживаться на растение все равно нужно будет влага она все равно будет тянуть с корней соответственно растение вас ослабнет большая часть листьев осыпется и растение может погибнуть чем меньше листвы на растении тем она быстрее приживается это самое самое основное что вы знали или вот смотрите гляньте сколько тут уже плодов он по навязывался просто их смотрите целая куча но это растение компактное оно небольшое видите листвы на нем мало плоды эти они останутся через недельку это растение адаптируется перед тем как высаживать обязательно мы должны с вами пролить корневую систему активировать ее и дать растению образовать новую корневую систему для этого мы будем проливать с вами корнеобразователями если вы решили обновить свое растение обновить корневую систему обновить полностью крону или полностью все растение обновление надо проводить это где-то конец марта начало апреля пока еще не очень обильное сокодвижение идет в растении медитационный период практически еще не начался но только начинается вот в этот момент мы должны сделать обрезку корневой системы либо обрезку кроны как обрезать есть видеоролик на эту тему можете посмотреть там полностью все ясно и понятно описано вот еще одно растение вот смотрите вот здесь удалялось само растение обновлялся полностью ствол если кто помнит видеоролики там вот такой голый ствол торчал потом без ничего вообще один ствол был вот смотрите что у нас образовалась вот у нас здесь будет развилочка можем оставить одну ветку можем оставить вторую ветку вот эту вот нижнюю это уже все удаляется теперь смотрим по компактности растений наше растение более-менее компактные вот смотрите видите вот от развилки начинается вот у нас еще пасынки идут вот эти вот эти все пасынки должны обязательно удаляться вот это вот растение все должно удаляться так на этом растении вот так вот так смотрите что у нас получается у нас получается вот что видите вот еще одна пошла ветка эту веточку мы тоже с вами обязательно удаляем можем отщипнуть можем обрезать как бы роли не играет так вот это это нам не нужно это мы тоже удаляем вот это это все тоже либо мы можем оставить его у нас будет новая развилка ли мы можем оставить вот эту вот давайте наверное методы крупные обрежем потому что она какая-то вас красивая мы удаляем теперь что мы будем с вами формировать мы будем формировать с вами новое растение вот нас будет один отвод вот 2 вот 3 теперь смотрим вот видите какой получилось смотрите у нас что наросло и вот здесь вот значит у нас вот развилочка вот это вот мы излишки вот эти все наросты все это мы по удаляем и и обязательно удалим вот этот участок вот так это нам не нужно вот это все общипывается оставляется 1 2 3 вот это оставляется вот это оставляется так здесь у нас наросло непонятно что так вот наша развилка центральная которая будет вот она вот это все выше боится оставляется сама развилка все что ниже развилочки, все должно абсолютно удаляться. Это будет еще одна развилка. Вот она. Раз. Выщипнули. Так. Вот это пошло у нас одна, вторая, третья, четвертая. Это уходит в середину. Все, что заходит в середину, все обязательно должно удаляться. Вот так. Листики оставим. Так. Сейчас пока ветки, видите, они без листвы, потому что света не хватает им. Все это в течение недели. Я вам потом покажу ролик. Все это будет заросшее полностью. Все будет зеленый, кусть будет прекрасный. Вот. Смотрим, что мы с вами оставляем. Центральная развилка. Вот. Одна и вторая. И пошла еще одна. Мы можем ее либо оставить, оставить вот эти две, а это убрать. Но пока мы сейчас ничего делать не будем. Почему? Потому что неизвестно, как она еще приживется. Когда, как только сформируется сам куст, мы уже в дальнейшем будем полностью его обрезать, уже формировать непосредственно сам куст. Вот я хочу вам показать еще одно. Тоже, что здесь творится. Видите, сколько внизу нарастал. Вот. Вот такой вот был маленький пенечек. Вот я оставил его. И оставил вот всего лишь одну веточку. Вот она. Сейчас потянулась вверх. Вот. 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 И сформировал уже. Смотрите, с каким большим количеством цветов полностью развилку. Видите, вот развилочка, от нее пошло очень большое. Вот это более компактный куст. Листы здесь очень мало. Но здесь, смотрите, здесь идут вот такие вот пасынки. Вот они. Видите, тоже надо собирается цветочки бросать. Вот еще пасынки. И смотрите, сколько тут всего. И вот. И тоже что-то пытаются. Так, что же делать с ним? С ним делаем очень просто. Берем. Отрезаем этот пасынок большой. Вот, посмотрите. Торец. Сейчас вам покажу. Если, конечно, будет видно. Видите, светлая часть внутри ствола. Это трубчатый ствол. Вот такие вот растения. Лучше не прививать. Не прививать. Даже когда ставите их на укоренение, такое растение может зазнить. Это растение очень быстро. Оно вот это выросло. Вот такой вот длины. Выросло. Ну, буквально за три недели. И вот. Видите, сколько оно росло здесь их. Так, что же мы будем здесь делать? А мы будем ворчицы делать. Мы это все должны будем удалить. Полностью все-все-все. Вот, не вставляя ничего. Так, вот еще. Вот еще пасыночек. Это все удаляется. Все полностью. Раз. Обрезается. Это все обрезается. Самое главное, когда вы будете ставить растения на зимовку, главное, чтобы на них попадал свет. Ни в коем случае не ставьте их в тени. Иначе растение сразу пропадет. Вот, смотрите. Вот такой вот красавицы у нас получился. Это крону мы оставим. Здесь миниатюрная крона. Потому что это, кажется, уже не растет. Какой-то перец еще висит. Вот, сжалом. Тоже, наверное, сейчас посмотрим, что это у нас такое. 29-й. Это симплоды. Вот такой вот красавец. Смотрите. Вот мы сформировали. Потом этот ствол весь станет более плотным. Мы когда посадим его, обязательно подсчитаем, подвяжем его. Поставим какую-нибудь вешечку и к ней подвяжем. Вот, видите, цветочки обсыпаются, обсыпаются, потому что она стояла из самой-самой жары. Солнце. Температура свыше 30 градусов. Все цветы становятся стерильными. Так, это все обрезаем. Этот пенечек можно оставить. Если мы его обрежем, может попасть инфекция и, соответственно, растение наше погибнет. Вот, смотрите. Он такой вот красавец. За лето ствол станет где-то примерно такой толщины. Я вам потом покажу его. Это будет самый настоящий красавец. Вот, смотрите. Когда было холодно, вот, завязи появились. Это ерунда. Это мы все все будем вручную опылять. И вот красота. И вот такие вот, видите, тоже перчики. Сейчас посмотрим, что там у нас внутри. Вот, некие семечки. Я на попробуем на язык. Хоть и зеленый опечет. Но, конечно, не так сильно. когда созревший. Так. Сейчас я вам покажу еще. Вот, смотрите. Еще варианты обрезок. У меня бурьян растет. Видите, какая красота растет. Все это на мусорку. Так. Вот, если кто-то помнит, в одном ролике осенней обрезка, я срезал растение прямо под сам корень. И оставил всего. Вот он, черенок этот. Видите, какое он? Вот. На солнце загорел. Почему? Потому что стоит на ярком солнце. Смотри, как обгорают. Он потихонечку, потихонечку привыкал. Так, что делать с ним? Так как это растение уже старое, и оно нам не нужно, мы берем его вот здесь и отрезаем. И получаем, смотрите, какую красоту. Вот такой вот микроскопический и очень компактный кустик с кучей цветов. Видите? И вот, смотрите, сколько завязей. Здесь и видно вам. А вот смотрите, сколько стрелок выкинул. Я надеюсь, видно, потому что у меня экшен-камера, как бы она сблизи плохо снимает. Вон, куча цветов. И вот такое вот растение. 26-й номер. Это у меня с 1 по 30-й. Симподы. Это тоже симпод. Ну, видите, какой кустик маленький. Здесь листочки пожелтели от солнышка. Он сколько стрелок накидал. Вот. Когда обрезаете взрослые растения, чем ниже, тем лучше. Но надо обязательно оставить один пасынок. Потому что растение у вас пропадет. Хотя бы хоть что-то там должно быть зелененькое. И обязательно эти кусты, которые сильно обрезаны. Видите, вот я вот сильно обрезал их. Я их все поставил ближе к свету. Вот, если посмотреть, он, наверное, солнце сильно бьет, ничего не видно, но постараюсь как-то показать вам. Вот это все, чтобы было сильно обрезано. Все остается здесь. Вот эти пасынки будут сейчас удаляться. Сейчас вам покажу, как сформировать. Вот. Теперь смотрим второй кустик. Вот еще один. Этот был чуть выше обрезанный. Но видите, на солнце, как он погорел. Посмотрите, листья какие, видите? кошмар. Тут все подгорало. Что мы будем делать с ним? Так, так как у нас нету развилки, вот у нас есть, мы сформируем развилочку с вами сами. Все, что заходит в середину растения, обязательно должно удаляться. Даже можете не жалеть его. Оно будет загущать серединку, и нам это не нужно. Так, смотрим. Вот у нас развилочка есть, да? Как бы мы можем ее, да хотя даже можем и оставить. Она сейчас адаптируется. Тут будет столько зелени. Смотрите, что мы делаем дальше. Мы берем это все, безжалостно уничтожаем. Так, это все, все, все пасыночки вот эти все удаляются. Так, смотрим. Вот у нас есть пасынок. Смотрите, вот видите нижний пасынок. Это все удаляется. Почему? Нам надо создать с вами развилку. Вот. Одна у нас будет развилочка. Вот может быть вторая, третья и четвертая. Вот это вот все должно удаляться. Вот так. Вот. Боковые еще можем оставить. Так, все, что внизу, все, что ниже развилочки, все должно обязательно удаляться. Если мы не хотим, примеру, оставить вот это, а вот смотрите, у нас есть, видите, еще один пасыночек. Мы можем сформировать с него. Не обязательно с этой развилки. Ну, мы оставим пока на развилку. Обрезать можно и в любой момент. Ладно, не спешите обрезать. Пускай лучше будет. все, что ниже, все должно обязательно удаляться. Иначе растение все силы бросит на пасынки и довольно долго будет адаптироваться. Это уйдет где-то около месяца. А как бы сами понимаете, что такое в открытом грудь месяц. Месяц это очень много. Вот. Вот такой вот растеницы у нас уже. Вот смотрите, вот мы два аккуратненьких растеничка сделали с вами. Сейчас только я вывезу их. Через две недели вы их не узнаете. Они будут просто, они будут заросшие такие вот все. Все. Тут пасынков будет миллион. Цветов миллион. Плодов миллион. Старые растения лучше, чем молодые новые. У старых растений образуются, если вы видите, вот здесь всего лишь вот, получилось в развилочке всего два цветочка. Ну, я пока трогать не буду. А посмотрите, сколько вверху. И это все старые перцы так себя ведут. Молодые перцы, соответственно, в развилке тут у них целая куча цветов, которые надо будет удалять. Если вы хотите, чтобы вот эти все цветы у вас остались. Ну, вот это вот, смотрите, давайте я вам сейчас их удалил. Теперь все силы будут брошены на вот эти вот. Вот так раз развилка, сок пошел сюда, сок пошел сюда. Если бы здесь остались перцы, сок бы доходил до сюда и формировал бы эти перцы. Все. Вот это все ждало бы, неизвестно сколько. Здесь два перца, а ждало бы 20 штук. Так что лучше пожертвовать этими двумя перчиками и убрать их, удалить, и чтобы была такая вот красота у нас. еще один вариант обрезки. Это перец называется Demon Red. Demon красный. Этому растению уже три года. Вот, если посмотреть, тут завязалось кошмарно. Значит так, рассказываю. это где-то 10 марта. Я этому растению провел обрезку. Вот видно шишка, видите, вот она. В этом месте она была обрезана. Здесь оставалось два маленьких таких вот, вот таких вот, как вот эти, вот видите, тоненькие, вот таких два побега. Вот как вот здесь, видите, развилочка, вот она идет, маленькая. Вот такая развилочка была здесь. Он был обрезан полностью. Вот смотрите, образовалась одна ветка пошла, вторая ветка, третья ветка. И вот он начинает плодоносить. Я собираю с него перчики. Вот несколько еще осталось. Так, смотрите, как он вяжется. Вяжется он просто нереальный. Видите, сколько? Он даже вязется в самом низу. Вот видите, перчина где? Здесь, вот здесь, вот в пазухах везде. Везде, 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 везде завязи у нас. Вот. Это называется правильная формировка растения. Он у нас получился приземистый. Вот ствол. Видите, какой у него высоты? до развилки. Хотя это растение может вырастать, но оно было где-то, чтобы не собрать, он, наверное, развилка где-то начинался здесь. Вот такой вот высоты оно было. Довольно высокое. Где-то, сейчас вам скажу точно, вот у меня палочка есть. Ну да, где-то как эта палочка. Вот такой вот он высоты был. А здесь начиналась развилка. Так как растение уже довольно пожилого возраста, мне не нравилось, что такое растение стоит на окне, оно закрывало практически все окно, вот я его обрезал, как вы видите, результат заставил себя ждать. Вот так вот столько, такое большое количество наросло у нас. Это убирают постоянно перчики, вот видите, вяжутся они, вот-вот, начинают подвязываться. Вот такой вот красавец. Вот смотрите, размер цветка, видите, чем больше цветы, соответственно, тем больше будет, крупнее у вас перец. вот посмотрите, у меня только перчик завязался, а посмотрите, какого он размера уже. Видите, не такой, как маленькие, если, например, у вас там есть сорта мелкоплодные. Вот. Видите, какой он крупный. Я сюда вношу гумус. Гумуса не бывает много. Ну, как бы, все без фанатизма. В гумусе все сбалансировано. Азот, калий, кальций, микро-макроэлементы, это отходы, жизнедеятельности дождевых червей, они чем-то напоминают почву, такими гранулками. Гранулки эти покрыты слизью, так как они проходят сквозь желудок червя, и эти гранулы растворяются в течение трех лет. Вот если вы внесли их, к примеру, в почву, они не могут сразу, к примеру, как вы там какие-то удобрения влилили, и там их очень большое количество, и сразу растение начинает вас жировать. От этого оно жировать не будет. Почему? Потому что эти гранулы медленно-медленно растворяются в течение трех лет в почве. И когда вы поливаете, соответственно, гранулы, так как они крупные, они не смываются водой и не уходят в самый низ. Почему? Потому что верхняя корневая система отвечает за снабжение влагой и питательными веществами. Так, если вы, например, пролили какими-то удобрениями, удобрения сразу уходят на дно. Нижние корни не подают питательные вещества к растению, подают только верхние. И когда, например, чем-то удобряете, не старайтесь лить под центр, и так, чтобы оно ушло глубоко. Возьмите его немножко и полейте поверху, чуть-чуть, чтобы где-то на такую глубину не больше ушло. Если ваши питательные вещества все уходят очень глубоко, соответственно, растение не будет поглощать эти питательные вещества и не будет подавать растению. Так что запомните, поливать надо только поверху, верхней части, где-то такая глубина, к примеру. Чуть-чуть полили сначала водичкой, а потом пролили уже удобрениями. Чуть-чуть, немножко. Так, давайте приступим к следующим перчикам. Если кто-то смотрел видеоролик «Необычные способы укоренения сверхострых сортов», я просто окоренял черенками и укоренял воздушным способом. Вот наша растишка. Смотрите, сколько она же молодых пустила. Это та, которая укоренялась воздушным способом. Смотрите, какой красавица. черенком. И вот один черенок, вот второй. Смотрите, как она нарастала. Уже опустился в рост. И вот Рокота тоже. Смотрите, какой красавица. Вот такие красавцы. Так что выращивайте, размножайте черенками. Размножайте воздушным способом. Ну, какие красавцы будут и у вас. Вот еще хочу вам что показать. Вот мои перцы рассада стоят, видите? Вот. А это полиэтиленовая пленочка у меня в два слоя. Двойная. Вот одно. И стоит двойная пленка. Все равно, хоть даже двойная пленка, рассада подгорает нереально. Хоть через это стекло, двойное стекло есть, оно все равно идет какое-то искажение света, преломление. И плюс еще пленка двойная. И все равно рассада подгорает. Так что при высадке я советую вам обязательно притенять. Иначе у вас все просто загорит. Вот такие красавцы у меня. Тут у меня пеларгоний куча. В общем, тут не проедешь вот видя какой проходик маленький всего. Так, все, притеняйте. Либо можете купить самый-самый классный вариант. Сейчас правда у меня нет, я отвез на участок, на дачу. Я купил 45-ю сетку затеняющую и вместо штор на куму цеплял. Супер! Тогда рассада не горит и перцы себя чувствуют великолепно. Вот еще один экземпляр это тот, который стоял у меня на этих полках на боковых. Это те, кому хватало солнца. Так, я его прежде вытащить. Начало обрезать, потому что не мог вытянуть. В такой степени заплелся. Посмотрите, какая листвань. Сколько у него пасынков. Видите? Тут творится непонятно что. Вот с такого растения мы можем формировать супер куст. Вот мы видим, где у нас развилочка. Видите? Мы можем удалить полностью все это. Это нам будет не нужно. Эта развилка нам уже будет не нужна. Вот смотрите, я вам сейчас покажу, как это все выглядит. Видите? Вот здесь куча пасынков. Если посмотреться, правда солнце плохо видно. Вот смотрите, видите? Куча пасынков, ствол всего, и вот какой у нас высоты идет. И здесь соответственно была разбилка. Что мы делаем? Мы берем и под самый низ обрезаем растенец. Вот так. Все. Вот такой вот кусок. Вот смотрите. Вот. Мы это все выбрасываем. С этого нужно. Смотрим, что у нас получилось. Получилось у нас вот что. Вот такой вот компактный куст. Вот смотрите, какой пасынок. вот который я обрезал. Кусок отрезал. Почему? Потому что не могу его вытянуть. Это нам не нужно. Это мы тоже с вами все обязательно удаляем. Вот так. Так. Вот самый нижний, который пошел, этот нам не нужен. Нам не нужно все, которое ниже вот этой разведочки будущей. Все удаляем. Теперь смотрим, что мы можем здесь с вами сделать. Значит так. нас раз, два. Вот это что-то кривое и косое оно нам не нужно. Так. Вот еще пасынок. Смотрите какой здоровенный пошел. Видите? Это нам он не нужен. Он у нас получился, он развивается. Вот пошел сюда, пошел сюда. Целая куча. Так. Давайте вот это мы оставим. Вот это удалим. Так. Удаляем. Теперь что мы еще оставим? Какую-то надо нам из пасынгов один оставить. Так. Этот пошел вбок. Этот тоже нам не нужен. Удаляем. Значит вот оставим на всякий случай вот этих два маленьких молоденьких пасынга. Потом какой-то один из них удалим. Какой-то один оставим. Вот смотрим что у нас получается. Так. 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 Вот это тоже что-то. Но хотя это тоже может потом сформировать с него что-то. Так. Вот смотрим. Кривое косое. Кривое косое это все удаляем. Оставляем небольшой кусочек. Так. Что мы оставим здесь? Это что-то у нас такое? Не ахти. Это все удаляем. Так. Так. Вот это можно оставить либо вот это. Давайте наверное вот это вот мы с вами удалим. Помните чем больше вот этих отводов тем больше питания вы должны давать этому растению. Тем чаще его поливать. Эти все пасынки это считается отдельные растения. Это следует помнить. Если горшок очень маленький такое растение вас не даст побов. Сюда надо будет минимум горшок десятку 10 литровый. Это растение этому растению 4 года. Видите я его обрезал. Мы оставим вот этот вот этот вот этот и вот этот. Возьмем вот так вот сейчас подвяжем их вверх все приподнимем чтобы они срошли вверх. Видите как солнца не хватало. Вот отсюда вот отсюда вот с этой пазухи пойдут новые пасынки. И мы тогда сформируем с вами вот такого плана красавцев. Отсюда пойдут еще пасынки. Видите он торчит. Мы потом сформируем. Нам надо будет один второй и третий три штуки. Ну если у нас будет расти почвы можем четыре пасынка как бы почве это не в горшке. Если вы пересадите его к примеру в горшок литров двадцать да можно оставить все четыре пасынка. Это будет у вас красавец куст. Он будет невысокий. Вы поняли? Где-то может быть сантиметров тридцать сорок этот куст здесь будет усыпан перцем. Я потом этот кустик вам покажу. Не забыть где его посадил. так сейчас у меня что-то хоть за перец. Ага 22 это тоже что-то 7 подал. все на этом я заканчиваю потому что у меня очень и очень много еще обрезать как бы я полностью вам все показывать не буду почему-то что-то вот смотрите тут целая куча и в общем вот видите как они позарастали как лианы растут вот смотрите он пошел куда-то непонятно куда пошел и он где-то вышел короче кошмар пока все выйдет оттуда там еще тоже куча перцев громадные висят такие что скоро созреют я даже честно не видел что они там завязались и ракота завязалась так будем будем дальше трудиться так оставляйте свои комментарии спрашивайте я обязательно вам отвечу на все ваши вопросы единственное что все лето я нахожусь на даче нет у нас интернета и один раз всего приезжаю раз в неделю на день на два приезжаю в город и только тогда смогу отвечать на ваши комментарии так так что пишите обязательно отвечу и всем пока